не бесполезная вещь это обзор для кемпера если вы путешествуете на караванах на кемперах то проблема с парковкой так или иначе будет у вас конечно же встречать мы скачали программу ниже ссылочку приложу то есть у нас есть две вещи первая программа где мы мониторим остаться и второй момент есть специальная навигация для кемперов потому что высота нашего кемпера 3 метра 10 а мы едем по горам по всяким узким улочкам и низким мостам и не везде можно заехать мы приехали в закопаны и из интересности здесь то что здесь гужевой транспорт то здесь очень много лошадей мы пока на кемпере доехали простите весь кемпер в голове вот их здесь очень много поэтому место где можно найти гениальную парковку чтобы у ау было вид недорого и для кемпера были все условия очень мало поэтому когда мы искали мы нашли в ютюбе у одного обзорчиков большое ему спасибо и привет видео назову ровно таким же названием как его для того чтобы легче было его искать фишка в том что мы по этому видео нашли именно то что искали потому что фотографии здесь очень мало здесь люди такие деревенские простые они не занимаются маркетингом развития этих мест и привыкли что сюда приезжают местные к местным а иностранцев здесь мы не так много скажем так и так и получилось это вилла скотчек смотри какой интересный вес здесь такой закопанский дом шутка закопанский дом 10 деревня такая как можно видеть это когда первый этаж или два он из камня а все остальное такая остроугольная крыша вьющийся к небу вот это крыша она в принципе для чего мы находимся в горах и все горные шапки они имеют вот такой же самый вид как вот эта крыша для того чтобы снег не залеживался и уходил когда большой объем снега и так заезды очень узкие очень узкие и кругом большая растительность но если честно мы нигде не поцарапали кемпер и проехали довольно неплохо теперь смотрим на парковку парковка выглядит вот таким образом сколько вам обходится эта парковка она обойдется вам на пять человек и на кемпер примерно 120 злотых ну по крайней мере нам сегодня обошлась и так видите около кемперов стоят столбы на каждом столбе есть по две розетки его здесь внизу есть просто канализационный люк в нем дырка туда сливаем все испорожнений стоять несколько ведер с чистой водой для того чтобы потом промыть почистить бачок и засунуть его новым место есть также для палаток есть место кухни место где принять душ и в принципе такое ощущение что вы приехали в деревушку мужичку где можно посварить покушать принять душик и у него очень шикарный вид на горы значит если мы посмотрим то вид на горы просто изумительный и когда ваш кемпер стоит здесь то ты реально смотришь на гору на видео это не видно и когда у нас был обзор то есть мы смотрели обзор предыдущего парня тоже показалось что это не так круто выглядит но на самом деле ты находишься вот в такой низине и вокруг тебя горы горы и уникальные вот эти вот домики закопанске и выглядит очень прикольно более того здесь такая фишка что вот мы например остановились у домика сейчас парень переворачивает сено на лошади за ним горы на этих горах лежат такие шапки зимние ну выглядит прям вот как как швейцарская деревня ну обычно со швейцарией все сравнивают поэтому так четко выглядит смотрите здесь есть ребята которые просто на машинах с палатками становятся они просто прикалываются берут такие вот гамаки на деревья и получает полноценный отдых то есть на гамаке ты качаешься смотришь на эти горы а рядом у тебя машины и палатка но в принципе те же самые условия можешь пойти принять душ и полноценно сделать себя кофе в нормальной порядочной кухне и так вот наш кемпер выглядит вот таким образом это наши коллеги и тут уже можно видеть что люди собираются подтягиваются завтракают сейчас я покажу как выглядит сам обзор обзор вот выглядит просто бомбически примерно как в испании шапка деревьев но я говорю камеры на самом деле не передает то чувство этот кайф который ты здесь ощущаешь во первых у ты уже находишься на горе когда ты сюда ехал у тебя раньше горы были почти не видно но из машины потом какое-то время половина видно а потом они вообще скрываются и ты вот поднялся на гору и здесь есть горный воздух и такая эйфория легкая прям наш когда в горах находишься такая горняшка горные болезни условно говоря условно говоря не такая вот и вот он шикарный вид вот это поле только что мужичок сено перелопачивал такими интересными механизмами на лошади и если присмотреться там вдали видно шапки там есть еще такие как снег что интересно что отсюда прямо есть три маршрута если вы пришли для того чтобы без маленьких детей просто полазить по горам то вы оставляете здесь машины и отсюда сразу идете берете палки рюкзак идете в горы и вот ради этого многие приезжают сюда поэтому парковка если честно может быть такое что вы приезжаете на полностью забита мы приехали сюда в 7 утра и место здесь уже не было если уж честно ну то есть мы когда искали парковку для кемпера честно говоря ему по крайней мере не так их много видели благодаря именно такому видео и мы нашли спасибо этому парню и отписался если ты смотришь и тебе это помогло тоже отписались расскажи свою историю итак мы поставили свои кемпер есть у нас рядом с кемперами куда слить дерьмо но не надо возмущаться что на близко кемперами потому что такой низ колодец который идет вниз то есть ты сливаешь и он раз и ушел сразу и сверху проливаешь водой чтобы не пахло сколько 10 парковок раз два три четыре пять шесть семь восемь до десяти кемпов здесь может стать помимо этого 10 палаток и еще примерно 10 легковых машин они здесь имеются то есть у нас вот такая вот дорожка столб на каждом столбе две розетки рядышком вода то есть вытаскивается шланг подливается с этим никаких проблем нету теперь смотрите мы приехали с детьми и мы ориентированы на детские ощущения и на детские эмоции то есть взрослые получают вот такой энтураж то есть мы тут будем делать шашлычок сегодня на фоне шикарного места раз во вторых мы взяли шезлонги мы тут будем загорать место для загара в горах сами понимаете она изумительно теперь знаете я плавно подхожу к дому хозяина вот здесь хозяин и любые вопросы ему можно задать например у нас были только еврики и мы могли рассчитаться евриками знаем что в польше до другая валюта злота вот то есть мы рассчитались евро дальше он нам показал где можно найти контору для того чтобы разменять деньги следующий момент мы взяли у него пылесосы например для того чтобы пропылесосить кемпы то есть спрашиваешь он их дает дальше если ты посмотришь внимательно это кухня то есть люди например которые приехали не на кемпе или люди которым достало кем хочется хорошей кухни потому что сегодня у нас праздник например вечером ты можешь воспользоваться кухней следующий момент ты можешь зайти в полноценное помещение принять нормальный горячий душ девчонка мне очень нравится в кемпере принимать душ и это помним следующий момент здесь можно починить машину здесь есть небольшая мастерская ну в рамках разумного конечно выкинуть мусор убрать все дерьмо чем будет заниматься в это время дети в прошлом обзоре здесь был где-то батут но сейчас батута нет во первых можем видеть шикарный стол поскольку у нас сегодня будет ветером застолье нам вот такой стол он не будет лишним следующий момент конечно не особо и не ахти какие но здесь есть детские развлечения а именно это горка и два вида качелей по крайней мере дети наши носятся на траве с таким шикарным видом на горы и их это устраивает взрослые более чем довольны так что еще здесь бесплатный вай фай это тоже прикольная штука когда ты берешь вай фай и бесплатно можешь скачивать или еще что-то смотреть следующий момент он выдает карты то есть сели за стол он показал карты и здесь наглядно можно видеть маршруты во первых здесь можно видеть лыжные маршруты если вы будете здесь зимой если летом то он рассказывает трекинговые маршруты то есть здесь были ребята которые вам показал маршруты куда идти по трекингу здесь их видно сколько километров какие сложности проконсультировал люди взяли трекинговые палки и пошли в маршруты прямо с этого кемпа вот мы же сейчас конечно отправимся на круповку и потом губоватку но это традиционные маршруты которые во всех путеводителях и они рекомендованы ну я думаю что я сделал достаточно подробный обзор для кемперистов караванеров и за это мне конечно жирный лайк поэтому ребята когда путешествуем на кемперах такие обзоры они очень ценные и когда ты едешь в кемпе одно дело по фотографии и по каким-то отзывам сами понимаем что это владелец можно писать отзыв да этот и про блабоченная какая-то реклама ты не получаешь вот этого того зачем едешь здесь же чистый обзор от души так что это уже второе видео на ю тубе еще какой-то парень это дело теперь складываем эти два видео получаем полнейший обзор и получаем идеальное место для парковки кемпера закопал обзор закончим наверное тем что я покажу потому что все рассказывают а как это выглядит то есть утром встали и двигаемся почистить зубки мне кстати их нету помыться но дети побежали играть на детскую площадку видишь то есть стали 8 утра пока взрослые готовятся ну проблема в чем кемпер маленький и дети все время бегают под ногами а утром когда зубы почистить готовка все такое это может быть сложность вот они на фоне гор на качелях и это прикольно а я двигаюсь сейчас вам покажу опции где здесь можно принять процедуры то есть понятно что в кемпере есть все но когда долго едешь хочется нормальный душ и как-то по-другому в дело подойти правда сюда смотрите здесь есть все для того чтобы помыть посуду приготовить кофе микроволновка вся посуда жарочная плита и когда получается так что людей слишком много кто-то торопится еще 2 раковины по сути дела здесь 4 раковины сейчас покажу еще одну и здесь может один человек сделать кстати эта штука ночная срабатывает датчик на движение те кто приехали ночью или уезжают слишком рано когда еще темно могут все это сделать здесь на месте можно взять щетку уборку ну все такое дальше следующий момент заходим датчик на движение у нас раклина туалет и очень зачетный душ а чем прикольно это души чем зачетный тем что если есть инвалиды но или ребята с ограничениями кто-то есть я ухожу то есть если есть ребята с ограничениями им тут тоже будет хорошо можно закатить прямо на коляске парни да и он примет душ это очень здорово следующий момент что продумано если один туалет занят есть еще два сопутствующих если раковина занята еще три сопутствующих поэтому если приехала полная парковка и народу много с этим никаких проблем нету здесь это очень быстро осуществляется еще что хорошо мы заезжали в час ночи попробуй где мы в кемпинге за есть час ночи это большая проблема погуляемся с этой стороны сейчас немножко то есть вот он столик кстати где мы празднули сегодня праздник палаточки вид антуражный и двигаемся к нашим кемпером уже по другой дороге такая классическая штука это походный тандыр весь на самом деле обалденный как она выглядит значит смотрите сюда заливается масло ставится вот такие уголечки специальные до накрываем сверху мы укладываем решетку и после решетки украду вот такую штуку купол и на ней есть соответственно датчик который показывает ну температуру готовки следующий важный момент это конечно же обычные угли мы их пропитываем маслом поджигаем и будем классические жарить то есть у нас будет и барбекюшка и шашлычок в тандыре помимо шашлыка можно конечно еще кукурузу положить картошку но собственно я чем мы сейчас и займемся мангальчик наш еще сопротивляются а тандыр это хорошая штука для походных решений что интересно граммов 100 буквально зала и специально из жидкости не поверите вот этого хватает наверно на неделю мангалом у нас все никак не получается он зараза не разжигается это беда но тандыр уже набирает свои обороты и тандыр на него большие надежды честно говоря хорошая идея смотрите это все что из масла выходит да и маленькая коробочка стружки это параз может накормить ну две семьи но это чуть-чуть без дымка да такое на пару скажем мясо чеманд.com 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok